Привет, друг! Ты на канале J-Centers, меня зовут Джон Кармилицин, это 36 новостной CG выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске как Blender и Krita оказали взаимопомощь. Все этого ждали и вот он стабильный Octane Render 2020.2. Pixar и Disney получили Оскар? Ну бегом! Прямой конкурент раскрученный Реалити Кепча или нет? Недавно команда ETHIR объявила о процедурном подключении Arnatrix к Arnolt Render. Arnatrix – это плагин для процедурного создания волос, меха, перьев и т.п. Программа достаточно оптимизирована, а это значит ты сможешь работать с большим количеством данных. Подключение к Arnolt позволит рендеру напрямую быстрее визуализировать большой объем волос. В скором времени можно будет протестить. А пока что совместно с ребятами, как мы и обещали, мы проведем розыгрыш полугодовой лицензии. Правила таковы. Подписывайся на группу Arnatrix в Facebook. После этого оставляй комментарий под этим видео в отношении этого софта. Обязательно указывай Arnatrix, чтобы мы понимали, что ты участвуешь. Также в комментарии укажи свой ник в Facebook. И мы с помощью генератора случайных чисел выберем победителя. Arnatrix выдаст лицензию софта, в котором ты работаешь. То есть если ты работаешь в 3ds Max, то Arnatrix будет для 3ds Max. Если для Cinema, то для Cinema. Все ссылочки будут в начале в описании. Blender 2.92 сейчас перешел в бету и 24 февраля должен состояться релиз. Из больших нововведений это Geometry Notes. Это новая система на нодовой основе для создания и управления геометрией. Первый выпуск сосредоточен на разбросе объектов и создании экземпляров. Появился новый инструмент Primitive Add для создания примитива в 2 клика. Добавили новый режим редактирования Grace Pencil, который позволяет преобразовывать штрихи с использованием кривых безе. Также теперь можно отследить отдельное изображение, ну или полную последовательность изображения из видео и преобразовать это все в мазки. В скульпте внедрили новую опцию по захвату объекта, которая позволяет при моделировании затрагивать и деформировать только одну сторону, при этом не влияя на форму противоположной. Cycles стал значительно эффективнее осуществлять Volume Rendering, хотя и результаты сильно зависят от формы объекта. И теперь с NVIDIA Optics Cycles поддерживает гибридный рендеринг с CPU и GPU. Еще внедрили базовую поддержку симуляции жидкости APEC, который в небольших, но детализированных сценах будет показывать стабильные результаты по сравнению с Flip Simulation. Добавили новый метод симуляции вязкости Viscocity и Flip и APEC могут использоваться с Viscocity Solver. Однако более стабильное поведение дает APEC и считается предпочтительным методом. Помимо этого, улучшения получили встроенные аддоны, такие как Rigify, FBX.IO и BlenderKit. А также переработали интерфейс. В документации сможешь найти всю необходимую информацию. Оставим ссылочку в описании. А еще, кстати говоря, разработчики пытаются устранить все баги, вызванные новыми драйверами на видеокартах AMD, архитектуры Polaris RX 400 и RX 500 серии. Команда Blender в своем блоге поделилась, что для создания мультфильма Sprite Fright они использовали софт Krita. Sprite Fright — это краткометражка, которую они используют практически везде. Krita — это полностью бесплатная программа для рисования с открытым исходным кодом. При этом Blender не только использовали программу, но и помогли разработчикам с улучшением софта. В результате Blender Studio организовали спонсирование нескольких недель разработки вместе с Krita Foundation. И по итогу Дмитрий Казаков, один из ведущих разработчиков Krita, реализовал все предложения. Вот пример разумного сотрудничества компаний, который каждому принес свою выгоду. И в недавно выпущенной Krita 4.4.2 были представлены все предложения Blender, а также нововведения. Причем обновление имеет более чем 300 изменений. Это в основном выпуск с исправлением ошибок, хотя есть и некоторые новые ключевые функции. В последней версии реализовали SVG Mesh Gradients. Предоставили возможность преобразования сетки с помощью участков безе, которым можно придать индивидуальную форму для создания точных преобразований, что особенно полезно для закругленных объектов. Добавили новый тип слоя градиентной заливки и обновленный редактор градиентов. Полностью переработали фильтр полутонов, улучшили плагин интеграции с macOS. Также появилось 6 новых кистей и подробнее по ссылочке в описании. Вышел U-Render версии 20.21.1.3. Доработали структуру интерфейса рендера. Область просмотра теперь поддерживает работу в режиме реального времени. Также в обновлении представили новый набор предустановок материалов, предназначенный в качестве отправной точки для создания общих материалов. Таких как металлы, стекло, пластик, резина и металлическая краска. Помимо этого, улучшили взаимодействие между VoliMetrix и Reflections. Ну и еще несколько исправлений и улучшений. Atoy анонсировала стабильную версию Octane Render 2020.2. Пока что версию Standalone. Плагины еще в бете. Мы рассказывали о нововведениях по мере их добавления и все же повторим некоторые. Теперь Octane может использовать аппаратное ускорение RTX для просчета шейдеров. Увеличение производительности аж в 1,6 раза. Улучшили рендеринг диэлектриков, что позволяет точно настраивать IOR. А следовательно и реалистичность зеркальных отражений. Интегрировали OpenColorIO для вывода при рендеринге. Добавили узлы ScatterOnSurface и ScatterOnVolume, которые генерируют произвольное количество элементов, а также еще множество мелких улучшений и исправлений. Полный перечень по ссылочке в описании. Также на форуме можно посмотреть какие ошибки появлялись у пользователей. Выпустили обновление программы Nubigone, предназначенное для реконструкции. Nubigone использует данные фотограмметрии или LiDAR в реальном времени для предварительного проектирования и моделирования. Довольно перспективный конкурент другой уже известной программы RealityCapture. В Nubigone можно объединять отсканированную среду с любыми моделями и ландшафтом, а также вносить дополнительные источники света. И с помощью поддержки контроллеров геймпад можно обеспечить геймификацию своей среды. Помимо этого, программа позволяет на основе скана быстро создать чертеж для предварительного проектирования или моделирования. И еще отсканированное пространство можно переносить прямо из Nubigone в Sketchfab. В последнем обновлении появились новые режимы отображения — это высота, интенсивность и цвет объекта. Добавили возможность создания новых материалов, а также теперь можно осуществлять рендеринг видео в фоновом режиме. Повысили производительность самого рендеринга, ну и исправили парочку ошибок. Компания KeyBuzz Visual Technology объявила о выпуске SYNC Particles 6.10 — плагина для 3ds Max. Это обновление расширяет поддержку Volumetrics в формате OpenVDB. И начиная с этого выпуска SYNC Particles будет поставляться в комплекте с бесплатной лицензией собственного GPU-рендера Final Render, который как раз и позволит рендерить Volumetrics в 3ds Max. А это весьма затруднительно. Функциональность рендера основана на их собственном SDK. Также полностью переработали Solvery Smoke и Flow, что улучшило симуляцию дыма и жидкости. Все подробности по ссылочке в описании. Dimension 5 выпустила D5 Render 1.8 — это средство визуализации с ускорением NVIDIA RTX для трассировки лучей. Обновление включает поддержку карт Ambient Occlusion, новый пост-эффект бликов и элементы управления анимацией камеры для скорости и вращения по оси Z. Добавили новую встроенную библиотеку материалов Dynamic Particle, имитирующую огонь, дым и пыль. Появилась новая функция, позволяющая автоматически устанавливать падение солнечного света в зависимости от положения HDR-сцены. Повысили точность GI, улучшили Denoiser при рендеринге видео и помимо этого обновили плагин для 3ds Max. Теперь он поддерживает прямую связку моделей, материалов, положений камеры и источников света V-Ray. И еще несколько исправлений. D5 Render доступен только для Windows, ссылочка в описании. Bondware представила Poser 12. Программа предоставляет возможности интерактивного дизайна 3D-моделей. В Poser входит крупная библиотека с различными моделями, готовыми к позированию, полностью текстурированными животными и людьми. Для любой фигуры в управление входят морфы всего тела, выражение лица, ну и риггинг. Новый функционал включает обновленную версию движка рендеринга Superfly на основе Blender Cycles 1.12, который кстати был выпущен в Blender 2.83 еще в прошлом году. Обновленный Superfly вносит возможности физического затенения и рендеринга. А также улучшение скорости рендеринга за счет Superfly Adaptive Sampling. Включили поддержку Optics с видеокартами NVIDIA RTX. Появились настройки снижения шума на основе искусственного интеллекта. Добавили новую палитру пост-эффектов и поддержку Python 3. Внедрили улучшенные возможности компоновки с новыми объектами улавливания теней и прозрачностью фона. А также появилась вкладка управления материалами для упрощения применения материала в сложных сценах. Ну и более легкое управление контентом с миниатюрами. Весь список улучшений Poser 12 найдешь по ссылочке в описании. Pixar и Walt Disney Animation Studio получили награды за достижения в моделировании волос от научно-технической академии. Это та, что вручает Оскар. Системы YDAS от Disney и TAS от Pixar были использованы в некоторых из крупнейших фильмов и кинофильмах. Что позволило воплотить в жизнь анимированных цифровых персонажей с самыми разнообразными стилизованными волосами. Также наградили Veta Digital за их систему моделирования волос Synapse. И еще отметили систему для трекинга Shotgun от Autodesk и F-Track Studio. Церемония награждения состоится 13 февраля. Всех победителей и полную информацию найдешь по ссылочке в описании. И недалеко уходя, у Pixar есть бесплатный курс о том, как они создают вот такие подобные динамические деформации. Ну и вы уже понимаете, что это, конечно же, все математика и физика. Как сообщает команда Pixar, начиная с мультфильма Тайна Коко, они улучшили обнаружение столкновений тканей. Затем в мультике Вперед была переработана одежда, которая может реалистично взаимодействовать с телом персонажа. При такой системе построение и настройка силы, долгое время считавшаяся наиболее сложной частью реализации, становится быстрым и простым. Однако Pixar отмечает, что до сих пор одной из проблем является производительность и надежное обнаружение столкновений и реагирование на них. По ссылочке в описании найдешь видео на полтора часа и PDF-файл. В нем почти 200 страниц с различными объяснениями, расчетами и формулами, которые могут пригодятся в практике. Еще недавно Pixar отметил свое 35-летие и на своем YouTube-канале выложили сборник всех мультфильмов, начиная от 1984-го и до 2021-го. С днем рождения Pixar! А сейчас немножечко вдохновения. Спасибо, друзья, за просмотр! Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе. Конкурс продлится до пятницы. Мы обязательно напишем это в описании. В субботу снимали Gangsta короткометражку, не обошлось без происшествий. В нашем YouTube-сообществе я написал небольшой постик, надеюсь все-таки выложим этот обучающий ролик. Будет много прикольных техник, будет кровь, будет трекинг, поэтому обязательно подписывайся и будь с нами.